Сегодня мы говорим о взаимодействиях с блогерами. Сегодня мы будем собирать контакты и делать первое взаимодействие. Ну и последующую цепочку я вам также покажу. Для того, чтобы приступить к работе, давайте сначала подготовим, в принципе, наши все письма. Вот у нас есть раздел письма, их нужно подготовить. Давайте перейдем. И вот наше письмо. Давайте я вам немножко расскажу об этом, о формате этого письма. У нас есть популярные вопросы-ответы. Это те вопросы, которые задают блогеры. И вам нужно на них отвечать. Они будут тут добавляться. Поэтому вы, помимо того, что сделаете копию этого письма, где вы добавите свои реферальные ссылки, сохраните именно это письмо для того, этот файлик для того, чтобы видеть здесь новые вопросы-ответы. В случае, если у вас будет какой-то каверзный вопрос, вам нужно на него ответить. Вот таким вот цветом это указаны новые вопросы. Таким цветом указаны вопросы, которые, ну, они уже давно тут, в общем-то. Теперь, как создать копию? Нажимаете файл, создать копию, создаете копию. И уже в копии вам нужно вот эти синим цветом реферальные ссылки поменять на ваши. Давайте пройдемся по письмам. Первое письмо. У нас есть два первых письма. Первое письмо соцсети и первое письмо почта. Мы отправляем без ссылок наших. Ну, то есть тут ссылка блогера будет. Но это нужно для вас, чтобы вы понимали при ответе, о каком вообще блоге речь идет. Ну, а блогер, в случае, если у него несколько разных блогов, чтобы он понимал, о каком блоге у него запрос делают. Но популярнее будет, конечно же, отправка через соцсети, потому что, ну, это самый популярный вариант. Он быстрее, чем почта. Почта может в спам уйти или еще что-то может случиться. Блогер может почту месяцами не заходить, потому что, ну, кто пишет на почту сейчас? Ну, понятно, да? Соответственно, социальные сети, это перспективнее и быстрее. Можно взаимодействовать с блогером, выяснить ситуацию, да, нет. Итак, первое письмо мы отправляем без каких-либо ссылок. Просто делаем запрос. Интересно заказать рекламу или вообще рекламу размстить или нет? Если да, отправляем второе письмо. Здесь мы меняем реферальную ссылку. Сайт школы – это реферальная ссылка, которую вы возьмете вот здесь. Ну, неважно, какой из этих. Ну, тут их четыре, да? Это все одна будет страница. Вот вы вот эту страницу берете, сокращаете через сервис Bitly. Вот этот сервис. Через него вы эту ссылочку сокращаете. Логин. Войти через Google. Вставляете, вставить, create. Вот здесь вот копируете. И вот здесь вставляете вашу ссылку. Вот так, да. Здесь вы берете ссылку, как заработать творчеством. Где вы ее берете? Это вот ссылка, как заработать творчеством. Вот она. Копируете. Опять идете в Bitly. Новую ссылочку. Вставляете. Нажимаете создать, копировать. И вот здесь ее вставляете. Что также немаловажно поменять будет в этих письмах. Если вы парень, здесь есть хотел, хотела. То есть, пробежитесь по тексту и склонения поставьте. То есть, если вы девушка хотела, скобочки просто уберите. Если вы парень, уберите А. И так по всему, по всем письмам. Потому что иначе у вас будет, у вас будет такая ситуация, что человек будет читать. В смысле, хотел или хотела. Тут есть такое. Соответственно, в вашей копии под себя подстройте это. Дальше. Письмо третье. Здесь вам необходимо вставить реферальную ссылку непосредственно в кабинет. Это вот эта ссылочка. То есть, копируете. И вставляете. Таким образом, вы уже, в принципе, все свои ссылочки подготовили. Вам только нужно будет имя блогера менять. И все, в общем-то. Имя блогера менять всегда. Персонально общайтесь. И ваше имя здесь, конечно же, нужно менять. Персонально общайтесь для того, чтобы у блогера было понимание, что вы не спамите всем подряд, а работаете четко с конкретным человеком. Дальше. Бриф. Вам точно так же его нужно будет скопировать. И вот здесь есть ссылка на бесплатный курс. Видите, здесь нигде нет ссылок. А вот тут только есть. Поставьте вот эту ссылку. Как заработать на бесплатный курс. И ее здесь вставляете. Вот. Все. Это в вашей копии вы вставляете. Потом берете ссылку в вашей копии, копируете. И в вашу копию письма вот тут вы вставляете эту новую ссылку. Все. Теперь наша задача найти контакты блогера. Вот мы переходим в наш файл, где мы уже искали в прошлом уроке. Переходим и будем искать контакт. Нам нужно заполнить вот эту графу контакт. Сегодня мы будем заполнять две графы. Это дата контакта первого и сам контакт. Давайте, не знаю, начнем. Давайте с TikTok. Там есть нюансы. Вот мы перешли на страничку. И видите, здесь нигде нет, вообще нигде нет контакта. Вы никак не сможете связаться с человеком. А вам, ну, в принципе, вас устраивает как... Ну, то есть, у вас аккаунт, вы же выбрали его, значит, он устраивает вас. Что мы делаем? Берете любой пост. Любой пост, вообще неважно какой. Так, смотрите, я пишу. Здравствуйте, хочу заказать рекламу, мой Телеграм. И пишу. Опубликовать. Если человека заинтересует, он вот это скопирует и перейдет на Телеграм и напишет. Но для вашего отчета вам нужно, как вы помните, здесь мы с вами программу для скриншотов. Вы ее устанавливаете. Вот она выглядит так. Устанавливаете на Mac, на Windows, на Mac. То есть, у вас будут горячие кнопки. Этот принтскрин обычно подключается. У меня Mac, поэтому у меня немножко по-другому. То есть, я нажимаю горячие свои клавиши и копирую, копирую вот это все, да, вот, с моей, с моим комментарием. И на облачко нажимаю копировать. И в качестве домашнего задания у вас будет написать 30 блогерам и отправить куратору скриншоты. Вы сюда вставляете Ctrl-V, вставляете скриншот. У вас должно быть 30 скриншотов. И потом нажимаете отправить. Таким образом вы, в общем-то, сделаете всю работу. Но давайте не заострять внимание на ТикТоке. То есть, у нас не только ТикТок. Пойдем дальше. Дальше у нас идет... А, и здесь вам нужно написать ВКонтакт. Написала в комментариях. И сегодняшнюю дату поставить. Есть. Теперь давайте в YouTube пойдем. Давайте откроем. Вот Ольга. Учит рисовать. Отлично. Как в YouTube работать? Идете о канале. И смотрите, есть ли здесь хоть какие-то комментарии. И вообще он молодой канал. Ничего нет. Непонятно вообще, как связаться с этим блогером. Ну, ладно. Мы просто берем по той же схеме и пишем в комментариях, как можно связаться с вами. Хочу заказать рекламу. Благо комментарии открыты. Да. И, соответственно, тоже. Даем, например, свой Телеграм. Ссылки здесь не надо оставлять. Не все YouTube каналы пропускают ссылки. Соответственно, Телеграм канал или Инстаграм аккаунт будет гораздо выгоднее. То есть, вам 100% ответят. Все. Здесь понятно. Идемте сюда. Следующий аккаунт. Здесь мы тоже, например, пишем. Здесь копируем. Представим, что мы написали в комментариях. Идем дальше. Пора рисовать. Переходим о канале. Здесь мы видим, есть ссылочки. Это уже хорошо. А здесь уже есть контакты. Вот. Для коммерческих запросов есть почта. Давайте мы ее скопируем себе. Вот. Наверняка эта почта будет уже рабочей. И сюда ее вставим. Дальше. Но мы же помним, да? Почта это не очень сильно интересно нам. Интересно, но не настолько сильно. Мы переходим в Инстаграм. В Инстаграме тоже можно получить. Тем более, это уже напрямую будет. Вот. Мы перешли в Инстаграм. И, в общем-то, смотрим, что... Подписываемся на этого человека. И уже пишем ему в личку. В комьюнити. Давайте посмотрим, что за форма. Заявка на участие. Ага. Ну, прикольно. Молодец. В общем, мы пишем уже здесь человеку в личку. А в качестве контакта мы сюда дополнительно добавляем... Добавляем... Вот так вот. Таймы. Чтобы добавить 2, нужно удерживать Command. Ну, Control. Control, Enter. Control, Enter. И оно будет в 2 строчки. Так. И теперь мы пишем в Инстаграме первое письмо. Опять... Ага. 19-е. И тут тоже... 19-е. Мы со всеми связываемся. Пишем в Инстаграме наше первое письмо. Вот это. Вот это. Да? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Акта. У меня запрос рекламной интеграции. Соответственно, человек может потом и тут... У него тут 5000 подписчиков и тут разместить. И в Инстаграме разместить. И еще где-то у него есть. Везде может разместить эту рекламу. Вот таким образом мы проходимся по всем. По ВК. Ну, по ВК там понятно. Мы сразу зашли. Там есть ВКонтакты. Перешли ВКонтакты и написали. ВК, Одноклассники. Там все очень просто. Там есть ВКонтакты. Переходите ВКонтакты. И ВКонтактах уже пишите напрямую человеку. Вот. Сложность была с ТикТоком и с Ютубом. Потому что тут нужно было некоторые моменты разъяснить. Все. И таким образом у вас набирается 30 контактов, 30 отправок. И все отправки вы делаете скриншоты. И здесь отправляете вашему куратору 30 скриншотов для того, чтобы подтвердить, что вы это сделали. Потому что вы пришли сюда учиться, а не баловаться. И этот курс не просто о том, чтобы посмотреть и сказать. А, ну да, так тоже можно. А на практике непосредственно вы делаете сразу же и пытаетесь получить какие-то ответы. Итак, теперь давайте пройдемся. Еще раз повторю вам логику писем. Вы связываетесь с блогером. Получаете ответ положительный. Пишите, отправляете второе письмо. Получаете ответ положительный. Отправляете третье письмо. И как видите, здесь написано. Через неделю предлагаю подвести итоги эффективности рекламы. Вам нужно через неделю написать человеку. Можете забыть, но лучше не забудьте с тем, чтобы узнать, сколько у него получилось заработать. Как ему вообще понравилась эта реклама. Это письмо должно быть от вас отходить. Мы не стали делать шаблон этого письма. Потому что, ну вы знаете, здесь вопрос, насколько вам интересно это все. То есть общение с этими блогерами. Если вам лень, то, конечно, не отправляйте. Если вам не лень, напишите от себя что-то. Вот то, что вы чувствуете. И, во-первых, блогеру будет максимально приятно, что вы переживаете за его доходы. Вот. И в случае, если блогер вам даст обратную связь, то что-то не получилось, не знаю что и как. Пожалуйста, предложите ему проанализировать его рекламную кампанию. И вообще пост этот или его текст. Если хотите, отправляйте вашему куратору. И куратор проанализирует, подскажет, как сделать лучше рекламу для блогера. Чтобы он, ну то есть, чтобы блогер получил больше эффективности от этого. Может, потому что не все блогеры умеют рекламировать. Но почему мы не даем конкретно, что блогеру говорить? Потому что блогер лучше знает, как взаимодействовать со своей аудиторией. Его аудитория подписана на него только потому, что им нравится, как блогер доносит информацию, о чем он говорит. Поэтому диктовать блогеру, как говорить, а как не нужно говорить, ну бессмысленно, потому что, ну в первую очередь, эффективность падать будет. Поэтому общаться и работать с блогером, помогать им переделывать рекламу нужно с теми, у кого низкие результаты. И письмо на почту мы переводим здесь в телеграм или в любой удобный мессенджер блогеру. Мы все равно пытаемся общаться с ним через мессенджеры, для того, чтобы мы могли быстро с ними контактировать. И если вам после первого письма пришел отказ, вы все равно пытаетесь блогера порекомендовать по вашей реферальной ссылке. Вот здесь ваша реферальная ссылка, вот это вот первая, вот это, вы ее копируете и сюда вставляете. Это ваша первая реферальная ссылка. И даже если блогер перейдет, внизу на этой странице есть тоже партнерская программа, он перейдет по этой партнерской программе, в случае, если он заинтересуется. И он все равно будет закреплен за вами. То есть это очень удобно. Все, на этом урок закончился. Ваша задача найти контакты и отправить первое взаимодействие сделать. И если вам сразу же ответят, то сразу же начинайте отправлять второе и третье письмо. Это достаточно быстро происходит на самом деле. Это просто у нас такой курс, он немножко растянут, только потому, что вы учитесь. Но на самом деле это происходит очень-очень быстро. Вы отправили в мессенджер письмо, вам сразу дали да, нет. Вы да, отправили второе, нет, отправили отказ. То есть человек почитал, подумал, какие-то вопросы вам позадавал, вы ответили, и дальше он либо скажет, ну давайте, да, я попробую. И вы отправляете третье письмо, и все. Это быстро происходит. Отправляйте вашему куратору 30 скриншотов для того, чтобы перейти к следующему уроку. Продолжение следует...